всем привет друзья вы на канале nspark да давненько не было видео и очень много изменилось за это время я успел отдохнуть съездить в сочи выйти на работу уже ушел с работы и вот наконец-то у меня появилось время чтобы сделать очередной видеоролик он будет не стандартного формата в этом видеоролике вам покажу всех своих муравьев которые у меня находятся в пробирках в инкубаторах в соусницах приятного вам всем просмотра ну а первое у нас на очереди это лазиус неглекту в семье чуть больше года в ней около 40-45 рабочих матка у них одна в принципе они ничем не отличаются по содержанию от лазиус нир но они какие-то более спокойные что ли и довольно мало пьют сахарного сиропа но еще конечно же они чуть меньше по размеру сейчас они у меня едят где-то два раза в неделю их кормлю двумя личинками знахари а также медовым сиропом все приходится пихать пробирку так как в последнее время они очень и очень редко выходят на свою арену наверное ее стоит отключить ну а следующее у нас на очереди это семья лазиус флаус и также чуть больше года зиму они пережили неплохо но несмотря на то что я их зимовал у них почему-то умерло очень и очень много рабочих раньше их было где-то под 80 90 вот они у меня вот таком вот инкубаторе только где-то с половины июля они начали хорошо идти в рост в этого момента расплод у них просто лежал и никак не развивался или они плохо ну и принципе все что тут говорить флауса переходим на более крупный калибр это у нас с реформе корфи барбис они были пойманы в сочи ну как они точнее просто матка сейчас у нее вышло первое поколение и на готове второе они активно едят знахаря и пьют очень много медового сиропа ребята прикольные интересные а также очень легкие в содержании плавно переходим к афину это афина гастер саптернея они были пойманы в этом году в сочи были пойманы как и матки такие уже полноценные колонии привез я их по моему штук 10 где-то колоний нет осталось только две одноматочные и одно и оставил себе двухматочную муравьи очень интересные неприхотливые у них очень классная охота они прям как всей доли приобрести себе таких муравьев можно по ссылочке из описания наконец-то мы добрались до экзотов это колония компонатус никобаринс одноматочная была куплена где-то в начале июня сейчас они довольно пассивные хотя когда кормишь их то очень часто сбегают рыбочие и приходится их ссылать обратно расплода у них много едят они очень хорошо выпивает очень много сиропа раз два дня даем личинку жука знахали думаю заселить их потом в биотоп ну вот мы и пришли обратно к сочи знакомьтесь это лазиус энергинатус не видел я про них видеороликов на ютубе очень интересно что это за муравьи такие могу отметить то что матка вмещает себя очень большое количество еды и его брюшку раздувается приблизительно в полтора раза по итогу мы имеем необычных прикольных красивых лазиусов в принципе больше ничего про них не могу сказать переходим к ампо это компонатус саксатилис ну я ее так определил эта матка изначально была проблемной у нее не развивались яйца и она их тупо кушала но вот сейчас она в соуснице и у нее уже есть небольшой пакет личинок надеюсь что к сентябре у нее появятся коконы а к зиме уже штук 20 рабочих ну а тут у нас сразу же два вида это тетрамориум возможно сэспитум но для сэспитума матка маловато привезена из сочи первом поколении в матке вышло всего пять рабочих принципе ничего в них сверх естественного пока что я не наблюдаю вот это у нас матка или протенсис или же руфы она сейчас одна но концу лета и уже подсажу к ней рабочих буду надеяться что она хорошо отзимует ну и напоследок у нас осталось маника рубиба эти матки с прошлого года приехали они ко мне совсем недавно в составе одна матка и где-то один-два рабочих сейчас у одной матки 5 рабочих а у другой 3 это очень интересные и очень-очень агрессивные ребята очень похожи на нашу мир веку скоро будет видео ролик о них точнее о их распаковке и о дальнейшей судьбе калорий думаю одну колонию я заселю в гипсовый формикарий а вторую скорее всего продам ну или отдам кому-нибудь маника очень хорошо питается личинками жука знахаря также отлично попивает сироп и кстати говоря по поводу температур содержания ну я могу сказать одно у меня в комнате этим летом плюс-минус было 25-32 градусов и за все это время канал не находится ни разу с ней не было никаких проблем возможно температура и вправду влияет но только на начальных стадиях развития кстати говоря там они к которая была у меня о и смогла поднять своих первых рабочих хотя и пыталась не один раз и к сожалению лишь пополнила мою коллекцию засушенных маток ну а на сегодня у нас все всем спасибо за просмотр всем удачи до новых встреч скоро будут новые видеоролики бина 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 Продолжение следует...